добрый день дорогие друзья это канал империя picture и сегодня мы с вами нарисуем вот такой прекрасный пасхальный скетч маркерами для этого нам понадобится ластик простой карандаш черный линер белая ручка сам скетчбук и план наши фломастеры ну что давайте приступим для начала простым карандашом давайте нарисуем сам рисунок начнем с шапочки нашего пасхального кулича делаем полукруг вниз опускаем основу дальше переходим глазури и рисуем потеки нашей глазури по самому куличу по тесту потеки делаем хаотичные какой-то длиннее какой-то короче после этого мы переходим к бумажке в которой будет стоять наш кулич и прорисовываем нашу бумагу упаковочную сильно на карандаш не давим рисуем так чтобы было заметно только вам еле-еле прорисовываем бумажку далее будем переходить к яичкам ну вот мои складочки готовы прорисовываем нижнюю часть и переходим к самим яичкам нашем случае будет три яйца справа мы рисуем одно яичко а с левой стороны мы будем рисовать два яйца одно такое же как правое а второе немного повернуто в другую сторону как бы стоит за нашим передним яйцом после этого давайте перейдем к бантику которым подвязано наш куличик делаем узелок из трех таких маленьких узелков и рисуем ушки бантика ну и кончики нашего бантика также изображаем далее мы переходим в присыпки которая будет располагаться у нас на глазури не мельчите рисуем и достаточно крупной и с небольшим расстоянием друг от друга и такую закругленную ну что наш рисунок готов переходим к следующему этапу это обводка нашего рисунка черным линером обводим все наше изображение черным линером по контуру начинаем обводить изображение сверху и спускаемся вниз для того чтобы наш линер не размазался потому что линеры бывают разные хотя у меня это маркер он сразу впитывается но если вдруг это у вас черная гелевая ручка то возможно при соприкосновении с рукой она будет размазываться поэтому мы делаем нашу будочку сверху вниз после водки мы удаляем весь наш простой карандаш ластиком тщательно вычищаем рисунок и убираем все лишнее чтобы не было никакой грязи и работа смотрелась аккуратно и красиво ну что наша работа готова к заливке это наш третий этап мы начинаем заливать нашу глазурь самым светлым серым цветом проходим только тень сама глазурь у нас останется белая мы с ней ничего делать не будем и делаем тени под наши присыпкой это падающая тень от присыпки дальше мы переходим к нашему тесту и светло-коричневым цветом делаем заливку по всему периметру нашего теста кулича старайтесь качественно наносить маркер на тесто точнее на бумагу чтобы не оставалось никаких белых дырочек но и стараемся не заходить за контур после этого мы возьмем чуть-чуть потемнее цвет и добавим также небольшие тени сделаем еще такую тень по центру делаем небольшую кривую линию и вниз спускаем от нее растяжку этим маркером также этим маркером мы делаем тень под глазурью это такая просто полосочка то есть подчеркиваем нашу глазурь снизу и также этим же цветом мы делаем полосочку вдоль нашей бумажки которая оборачивает наш куличик этими двумя цветами мы с вами делаем еще небольшую текстуру теста чтобы она была у нас не глянцевая а немного такой пористая делаем такие мазочки маркером как точечки где-то полосочки то есть такую не совсем ровную полоску и после этого переходим на саму бумажку бумажку или обертку нашего кулича мы проходим самым светлым маркером по всему периметру дальше будем затемнять проходим также качественно стараемся не заходить за края особенности не заходим на бантик если даже что-то вас где-то вылезло и ничего страшного мы это все будем попозже подправлять после того как мы залили всю нашу бумажку маркером посветлее мы берем такой же тонну немного темнее такой же цвет точнее немного темнее и начинаем заливать тени нашей бумажки видите наша оберточка уже сразу становится объемной появляется объем глубина и реалистичность не игнорируйте тени потому что тени как раз таки дают профессионализм нашему рисунку и глубину также добавляем тень снизу обязательно под бантиком нашу падающую тень как бы от бантика и давайте перейдем к яичкам для начала нам нужно нарисовать на них орнамент нашим черным линером а потом будем уже переходить к общей заливке на наших яйцах вот одно яичко мне будет с такими цветочками или крестиками яичко справа я сделаю полосатая добавлю на него кружочки орнамент не мельчим делаем его достаточно крупным чтобы было удобно потом расписывать ну а то яичко которое у нас стоит за левым сделаем с волнистой линии и также с кружочками ну что давайте перейдем к заливке правое яйцо мне будет желтым берем светло-желтый самый светлый который у вас только есть и делаем им свет дальше цветом желтым потемнение начинаем затемнять яйцо к низу у меня это желтый потемнее и я беру еще третий цвет желтый более темный и начинаю проходить самый низ снизу мы оставляем светлую полосочку это будет наш рефлекс от горизонтальной плоскости то есть от стола этот рефлекс как раз таки даст нам объем яйцу обязательно на яйце должен быть свет собственная тень и рефлекс точно так же мы будем зарисовывать заливать наши яички которые с левой стороны и хочу заметить чтобы обратите внимание главное чтобы свет у вас у всех единой на всех яичках был по левой стороне ну перед тем как мы перейдем к левым яичком давайте быстренько зальем бантик бантик у меня будет мятным таким цветом или цветом бирюзы проходим один слой и там где у нас тени тем же маркером немножко затемняем давайте перейдем к левом яичком первое яичко я делаю розовым цветом самым-самым светлым также по левой стороне она у меня будет более светлое дальше беру розовый потемнее и ближе к правой стороне немножко затемняю наш розовый цвет чтобы был эффект света то же самое я делаю с сиреневым моим яйцом сначала я делаю светлый сиреневый цвет по левой стороне а по правой ну и снизу еще рефлексы подчеркиваем а по правой стороне я беру уже фиолетовый потемнее и прохожу ясно видите в моих фломастерах нет такого перехода более плавного поэтому ну будем делать как есть то есть сильно светлый сильно темный сейчас я постараюсь сделать более плавный переход добавляю светлым еще один слой и заодно растушевываю нас наш темно-фиолетовый цвет вот получилось достаточно аккуратно и принципе приемлемо теперь переходим к посыпке на нашей белой глазури обязательно используем только те цвета которые мы использовали в рисунке если мы использовали желтый розовый фиолетовый в яйцах и мятных бантики то этими четырьмя цветами мы делаем посыпку то есть у нас должна быть взаимосвязь между цветами ни в коем случае не делайте ее красной синие ну или какими-то цветами которые у нас в работе не участвуют это создает такой стиль рисунку с присыпка мы закончили переходим к теням это следующий этап нашего рисования мы начинаем затемнять все наши тени которые у нас есть на рисунке начнем с бантика более таким бирюзовым или темно-мятным цветом мы начинаем проходить темные места на нашем бантике и этим же цветом и делаем тень на нашей мятные посыпки теперь берем розовый делаем тени на посыпке розовым цветом дальше тени на посыпке делаем нашим фиолетовым цветом ну и конечно же тени на посыпке мы делаем нашим желтым цветом теперь берем темно-серый цвет и начинаем делать тени на нашей оберточной бумаги вокруг кулича затемняем тени делая их делая их более темными контрастными относительно всей бумажки подчеркиваем еще раз тень под бантиком и переходим на затемнение орнамента на наших яичках орнамент стараемся делать в тон нашим яйцам то есть если яйцо фиолетовое то делаем орнамент темно-фиолетовый не надо делать черный красный или синий если яйцо желтое то делаем орнамент в тон желтому то есть темно-желтая и постарайтесь оставить даже на орнаменте места бликов или света в нашем случае с левой стороны нашего яичка ну и давайте перейдем на падающую тень под нашим куличом и под яичками делаем падающую тень если освещение у нас по левой стороне то падающая тень будет больше увеличиваться в правую сторону делаем сначала самым светлым маркером потом берем маркер потемнее на тон делаем еще одну темную полосочку ближе к нашим объектам куличику и яичкам и самый самый темный цвет темным цветом мы подчеркиваем такие знаете места соприкосновения наших объектов с горизонтальной плоскостью то есть со столом ну что стене мы закончили давайте добавлять тень на наше тесто на основании нашего кулича вот темно-коричневым я теперь делаю тень под наши глазурью добавляю где-то тень по бокам ну и за нашей бумагой за нашей оберткой тоже делаем потемнее также по центру также мы проходим более темным цветом ну что наш скетч практически готов подходим финальным этапом это один из этапов опять обводим линером наш скетч делаем его более четким аккуратным ровненьким все недочеты которые где-то у нас появились мы их как раз таки на этом этапе исправляем я взяла линер немножечко потолще в этот раз не тот который я использовала самом начале более толстый линер придаст моему рисунку более четкий контур и обводим весь рисунок по контуру где-то его делаем более толще где-то потоньше смотрите как наш рисунок начинают уже преобразовываться особенно верхняя часть нашего кулича после того как мы все убили давайте сделаем еще небольшой фон такой розовый развод ярко-розовым цветом точнее бледно-розовым таким светлым цветом мы проходим заливкой сзади как такое знаете облачко то есть наш фон аккуратненько без дырочек плотно прорисовывая ближе к контуру нашего кулича благодаря этому небольшому фону наш наша глазурь станет более светлой и белой ну что я доделываю фон после этого я беру белую ручку и начинаю прорабатывать весь наш скетч белой ручкой по темным местам мы делаем точки полоски даем блики на присыпки обязательно делаем блики и создаем эффект блеска такого знаете живости нашему скетчу не игнорируйте этот финальный этап обязательно используйте белую ручку ну что вот такой скетч у нас сегодня с вами получился вы обязательно рисуйте вместе с нами подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки пишите хорошие комментарии ну и можете делиться этим видео со своими друзьями а я с вами прощаюсь до свидания до новых встреч рисуйте вместе с нами